Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре бельгийский Эль, это светлый нефильтрованный бланш. Содержание алкоголя 4,9, объем бутылочки 0,33, стоимость этой бутылочки примерно 1 евро 10 центов. Это пиво также имеет свою историю, но сегодня у меня ленивый обзор, поэтому рассказывать о нем ничего не буду. Но на самом деле история очень похожа на другие истории других пивоварей. Жил себе парень, захотел пива, решил сварить, пригласил друзей, понравилось, получилось, давай, мы построим завод и будем продавать его по всему миру. Также в этом пиво участвовали и монастыри, и монахи, но все это было очень давно, сейчас же мы пьем уже пиво, которое варят сейчас. Я предлагаю сейчас взять его, попробовать, и для меня это будет вообще первый раз пробовать это пиво. Это пиво рекомендуется очень хорошо охладить и пить в своем специальном бокале, предварительно заморозив его, ну бокала у него нет, так что будем пить в обычном бокале, не замороженном, но чистом. Давайте посмотрим на него, пиво туманное, желтоватое, с высокой такой карбонизацией, очень красиво смотрится, с пенной такой плотной шапкой, рельефной и очень довольно таки стойкой. Она очень-очень белая, прилипает до стенок бокала, смотрится очень красиво, как радлер, как пиво с лимоном, так же оно такое мутненькое, так же светленькое. Давайте понюхаем, в нос бьет сразу же такая цитрусовая кислинка, сухая такая цитрусовая кислинка, очень сухая, я бы даже сказал терпкая. Так же что-то напоминает гвоздику, пиво кстати присутствует кориандр, скорее всего это кориандр. Ну и какие-то специи, интересный такой свежий аромат летний, давайте его попробуем. С первыми глотками пиво довольно таки бедное и очень-очень сильно водянистое. Чувствуется карбонизация, чувствуется карбонизация, но почему-то на языке никакого вкуса особо не привыкло, кроме как сухости и немножко цитруса. Со вторым глотком не особо-то все и прояснилось, так же осталась такая водянистое послевкусие с немножко цитрусовым остатком. Немножко оно такое кисло-сладкое, и то каш на остатке далеко, в послевкусии чувствуется, что вроде бы это как пиво. Пьется оно очень легко, смывается оно очень просто, карбонизация очень сильно прилипает до языка. Мне это немножко не нравится, мне это даже немножко мешает. Это вроде бы как эль, если я не ошибаюсь, но карбонизация у него слишком высокая. Сейчас начинают ощущать какие-то специи, типа этого кориандра или гвоздики или что-то такое наподобие, непонятно что. Я пью это сейчас пиво, уже где-то сделал 4-5 глотков, довольно-таки поглубокие. На остатке ощущаю какое-то такое гумыльное послевкусие, такое ощущение, что я мыл или сглубь. Почему так, непонятно. В этом пиве присутствует апельсиновая цедра, но по вкусу мне больше напоминает грейпфрут. Пиво очень бедновато и однозначно летнее. Сказал бы, это летний такой напиток. Не зря много споров в интернете по поводу этого пива. Многие спорят, пиво это или пивной напиток. Вкусы это реально как пивной напиток. На самом деле это вроде бы как пиво. Как пивной напиток вроде бы как ничего. Это лить жажду, но никакого удовольствия особо не получаешь. Как пиво, то оно никакое. А оно бедное и вкусное. И совсем не пивное. Не ощущаюсь какого-то такого вкусного послевкусия. Какого-то такого букета пивного. Абсолютно здесь нет. Я продолжаю ощущать мыльный осадок, мыльное послевкусие. И также не могу нифига распробовать это пиво. Возможно тут и распробовать нечего. Возможно тут кроме апельсина немножко пивного послевкусия. И кориандра ничего нет. Это очень летний напиток и очень-очень на любителя. Но мне оно, если честно, не понравилось. Какое-то оно очень-очень-очень. Очень бледное, очень бедное. И очень такое водянистое и вкусное. Я бы это пиво, если бы закусывал, то закусывал какими-то такими обыкновенными закусками. Какими-то снайками, такими же чипсами, такими же сухариками. Таким каким-то, чем-то обычным, без изысков. Очень-очень простым. Или вообще не закусывал. Но если честно, это пиво хочется закусить. Его хочется не то, что закусить. Его хочется закусить после того, как ты его выпил. я не хочу ощущать после вкуса этого пива, потому что оно невкусное, оно какое-то мыльное, на мой взгляд и не знаю, оно неотвратительное, какое-то даже на вкус, если честно пиво довольно-таки знаменитое, и я ожидал, что будет прям вообще такой прям вкус, очень интересный и очень вкусный кориандр, апельсин, там, все дела, бланш, ну это, наверное, самый худший бланш, что я пробовал ну а у меня на сегодня все, кому понравился мой обзор, подписываемся, ставим лайк, пьем хорошее пиво не забываем нажимать на колокольчик, увидимся в следующих видео, пока!